Медуза сегодня опубликовала материал, который говорит, опять-таки ссылаясь на данные разведки, разведок, я не помню какой именно, разведки западные, о том, что Киев опять может быть под угрозой. Вот рано ли расслабились киевляне у вас, Елена спрашивает, ну и я к ней присоединяюсь, да, в этом вопросе. Да, во-первых, киевляне рано расслабились в любом случае. То, что я наблюдаю сегодня в Киеве, это достаточно, на мой взгляд, как сказать, в достаточной степени безобразия, даже я бы сказал, вот честно. Потому что слишком расслабились, слишком рано. И я вижу в каких-то местах толпу, там, где нехорошо, что она есть, потому что россияне совершенно не оставили своих попыток убить как можно больше украинцев, и как только они видят массовое скопление людей, они обязательно начнут туда бомбить. У них цель убить любых гражданских, детей, кого хотите. Поэтому, пожалуйста, киевлянам будьте все по-прежнему осторожны. Я вижу, что на сирену уже вообще никто не реагирует, как будто нет никакой сирены. Нет, я понимаю всю эту храбрость нашу. Все мы можем быть храбрыми, но нужно быть разумными. Это, начнем с этого. Дальше по поводу того, что россияне не отказались от своих попыток. Я прочитал эту статью Медузы, ребята. Значит, это не данные разведки. Это Медуза. Ссылаясь на свои собственные источники, приближенные к Кремлю или российскому руководству, цитирует даже какого-то человека, не называя никакого имени. Примерно следующим содержанием человек говорит. Да мы этих украинцев все равно так или иначе дотелепаем и додавим, и Киев тоже захватим. Ну, типа вот примерно такие слова. Мы их все равно немытьем-то катанем, додавим, говорит какой-то человек. И вот здесь у меня важнейшие, на мой взгляд, вещи для всех нас, для всех тех, кого это волнует, кому плохо становится от таких слов. Потому что у меня тоже, честно скажу, настроение бывает меняется. Когда я прочитаю плохие прогнозы, какие-то опасности, я тоже живой. Мне тоже за котиков страшно. Не за себя, конечно, но за котиков. В любом случае, они же тоже в Киеве. Надо понимать, кто это пишет, на кого ссылается. Это обязательно надо смотреть. И вот когда вы читаете украинское издание, которому вы доверяете, то, во-первых, вы можете с большой степенью уже быть уверенными, что это правда. Более-менее. Во-вторых, но все равно, даже в украинском издании вы посмотрите, на кого ссылаются. Вы доверяете ли вы этому источнику. Все-таки украинскому даже изданию. Потому что, например, в Украине есть разные спецслужбы. Я с начала войны слежу. Ну, я не буду специально сейчас, не дай бог, называть, чтобы никому не навязывать в этом смысле свое мнение. Но я слежу за разными спецслужбами Украины, которые сообщают разные данные. И я вижу, что одни оправдываются, а другие вообще нет. Я не считаю, что они ошибаются. Возможно, они это специально делают. Возможно, это игра кого-то с кем-то. Я это вполне допускаю. Но нам, как обывателям, как обычным рядовым мирным гражданам, просто нужно самим себе вычленить, кому мы доверяем, а кому нет, где мы ведемся, где нет. Так вот, про Медузу теперь. Внимание. Медуза – это российское средство массовой информации. Да, оно находится юридически зарегистрировано в Латвии. Но Медуза до последнего, я не знаю, как сейчас, давно не заходил. Просто на самую главную страничку не заходил. Новость-то читал. Оно вешает там табличку, что они иностранные агенты. То есть они пытаются соблюдать законодательство Российской Федерации, когда они пишут. Понимаете? Поэтому вы обязаны, если вы житель Украины, да и не только житель Украины, относиться к Медузе как к российскому средству массовой информации со всеми вытекающими последствиями. Эти журналисты – россияне. Для них они могут быть оппозиционерами, они могут быть нашими друзьями, как угодно, пожалуйста. Но они россияне, не забывайте. Они пытаются соблюсти закон России. Раз. Второе. Для них российская власть – это власть. Власть – это власть в их стране, к которой они могут относиться плохо, как угодно, но это власть. А для нас это не власть, для нас это военные преступники, убийцы и насильники. Вот те люди, которых они цитируют. Как мы должны к ним относиться? Совершенно по-другому. Поэтому, когда они ссылаются не на английскую, а американскую разведку Медузы, а ведут себя как типичная российская СМИ, ссылая, что там, где-то в кругах. Да, ребята, рассказываю. У меня ощущение в последнее время, что Медузу, скорее всего, в темную, безусловно, что спецслужбы российские используют для подобных сливов. То есть это фактически некая угроза. Потому что если об этом напишет газета РУ, то никто не поверит. Потому что, понимаете, все из Кремля позвонили, сказали, напишите так-то. А когда пишет Медуза, то вроде как, ну как же, Медуза написала. И мне мои друзья звонят из западных стран и говорят, ну смотри, Медуза написала. Я говорю, ребята, не забывайте, это россияне написали. А из Кремля сейчас давят на то, что мы еще возьмем Киев, ребята. Вы зря расслабились. Давят не на нас. Давят на вот этих сторонников Киссинджера, на немецкое руководство, французское руководство, тем, что мы сейчас на Киев пойдем. Так вот, напоминаю всем, когда русские пошли на Киев, сколько времени они готовили группировку? Ну вспомните, сколько времени это все происходило? Несколько месяцев эта группировка стояла там на границе с Белоруссией. Несколько месяцев. Поэтому, когда они решат пойти на Киев, у нас будет несколько месяцев. И все эти сказки и россказни, это все очень далеко от правды. А к тому же, ну какие у них должны быть настроения? Они там в Кремле сидят. Они должны, говорит, что такие сидеть и говорить, ну ничего не получилось. И журналистам должны говорить, ты знаешь, просрались. Просрались мы полностью. Хохлы нас так сделали, нахлобучили по полной программе, брателло. Слушай, нахлобучили они нас. Ну нет, конечно. Конечно, они сидят и говорят, да мы им сейчас покажем. Поэтому не верьте российским СМИ. Читайте, выберите себе одно. Читайте, но помните, что все там неправда. СМИ.